Вечер в хату, дорогие мои. Сегодня будем заниматься экзорцизмом. Будем выбивать демонов из одного юриста. В прошлый раз мы с вами рассматривали одного специалиста с сайта ЮДУ. Тогда был адвокат с 17-летним стажем. В этот раз у нас не адвокат, а юрист, как он сам себя называет, Клим Максимович Котовский. Давайте же посмотрим его резюме на сайте Profi.ru. Посмотрим, что он пишет сам о себе. Непрерывно практикующий, квалифицированный специалист. Имеет два высших образования и даже ученую степень. Большой опыт в госсекторе и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Время не тяну, ужасы не нагоняю, только объективная оценка ситуации. Ужасов, конечно, он не нагоняет, но зато паспорт не захотел подтвердить на ресурсе, который его, собственно, кормят клиентами. Ну а связался я с ним только из-за вот этого вот прекрасного резюме, ну и, конечно, за его внешнего вида. По моему опыту, а у меня его очень много, я уже научился по внешним каким-то признакам определять, что это за человек. Я, если честно, учитывая вот такое вот прекрасное резюме, даже не понимаю, до сих пор не осознаю, почему, собственно, такой специалист согласился дать бесплатную консультацию. Он 20 минут давал мне консультацию и не взял за это ни одного рубля. И мы с вами погружаемся в разговор с настоящим специалистом, ученым и юристом. Алло, облакат? Ну ты подписался? Да, да. Алло, здравствуйте, вы звонили. Профиру, вы оставляли заявку, чтобы вам перезвонить. Клим, правильно? Да, да. Такая ситуация у меня, у меня новостройка, вот. Вообще вот новостройками такими вопросами занимаетесь, споры с застройщиками? Да, но если там, как бы, никаких подводных камней нету, это сейчас, в принципе, стандартная практика, когда застройщик сдает не вовремя, и мы с него взыскиваем неустойку, там и морально еще, да, куча. Ну, у нас неустойка не получается, они вовремя сдают, они даже раньше сроков. Нет, я понял, а в чем спор? А, ну, вообще, тут, возможно, что-то как-то нет, с ним судиться, какие-то нарушенные права. Ну, я просто на форумах был, вот в интернете там много всяких нюансов, говорят, что лучше подавать в суд, потому что там может быть очень много нарушенных прав всяких разных, поэтому вот готовлюсь к приемке, так скажем. Стоит мне готовиться или нет? Ну, я считаю, что вам надо просто произвести приемку, и если ваши права там как-то будут нарушены, грубо говоря, если вы покупаете квартиру с ремонтом там, где-то что-то отваливается, где-то что-то потекло там и так далее, то есть где-то площадь там, я не знаю, чего-то не соответствует, то уже вот по этим моментам, как бы, можно сначала попробовать в досудебном порядке урегулировать, как правило, застройщики идут на это, но если совсем какая-то аховая ситуация, то, естественно, там уже судебный порядок разрешения споров. Я тут читал, что можно с них прям деньги забрать за то, что они там что-то криво сделали, криво там, покрасили неправильно, еще что-то, ну, это правда? Ну, в любом случае это через досудебное урегулирование спора решается, то есть если застройщик, значит, скажем, недостатки, либо как-то уклоняется, либо некачественно их исполняет, то здесь, да, здесь надо будет проводить экспертизу и, соответственно, уже вот по этой экспертизе, потом с этой экспертизой, точнее, заходить в суд. Там куча недостатков, да, там вот мы нашли недостатки, допустим, на 200 тысяч рублей, там, да, я же даже не знаю, как оно все это считается, но могу ли я, ну, не давать им возможность это все переделывать, я все равно буду ремонт делать, переделать сам, а потом с них деньги забрать? Нет, надо, я вам так сейчас не подскажу, потому что надо смотреть условия вашего договора, я вам сейчас скажу, что это можно сделать, да, у нас действует принцип все-таки свобода договора, и в договоре там вы подписали что-то иное, соответственно, это будет лукавство непрофессионально, скажем, с моей стороны. Я понял, но там написано у меня в договоре, что я должен дать два месяца застройщику на исполнение недостатков. Ну, если такое прописано, то, соответственно, вот тот акт приема-передачи, который вы не подписываете, а пишите акт разногласий, значит, у вас по договору два месяца установлено, и в течение этого срока застройщик, сейчас он будет исправить. Если он не исправил, то тут тогда уже разные варианты будут. А если я все-таки подписал договор, ой, акт приема-передачи, ну, просто мне нужно где-то как-то жить, я хочу быстрее принять, быстрее сделать ремонт, все, и с них потом деньги забрать. Нет, но если вы подписали акт приема-передачи, и там никакие недостатки, ничего не указаны, вот, соответственно, последующие ваши обращения там с претензиями они будут, но недействительно. Нет, вот тут, мой дорогой, ты ошибаешься. Причем не просто ошибаешься, а вводишь в заблуждение простых потребителей, простых покупателей. Обычный покупатель понятия не имеет, какие там в квартире, в помещении, на этом строительном объекте могут быть строительные недостатки. У обычного человека нет строительного образования, нет квалификаций, нет должных инструментов с сертификатами, с калибровкой, этого всего нет, поэтому невозможно определить, какие есть недостатки. Поэтому, даже если вот такой вот простой потребитель, который не имеет никакого образования, подпишет акт приема-передачи, в котором нет вообще каких-либо замечаний, это никак не поможет застройщику избежать ответственности. И если вот такой потребитель в течение гарантийного срока напишет какую-то претензию по качеству строительного объекта, то застройщик обязан в соответствии с законом правильно отработать его требования и закрыть все эти вопросы. Гарантия на квартиру составляет 5 лет, гарантия на инженерные сооружения составляет 3 года, ну а гарантия на внутреннюю отделку составляет где-то 1 год, где-то 2 года. Вот здесь, кстати, закон не запрещают застройщику самому выставлять гарантийные сроки. Окей, хорошо, скажите, пожалуйста, вот если мы там сделаем все это, дадим им возможность, они там не исправили или там исправили не все, и по итогу, допустим, написали им претензию потом, ну, на оставшиеся недостатки, там тысяч на 200 накопилось все, то есть, ну, а потом какие будут требования у нас в суд? Ну, то есть, это вы как-то решаете или я должен это решать? Ну, что возможно с них потом забрать? Ну, это все надо исходить, понимаете, тут нет четкого какого-то, какой-то шаблонной ситуации, да, то есть, применение каких-либо норм, они решаются из наличия тех или иных там обстоятельств. Поэтому вот когда будут конкретные обстоятельства какие-то, да, когда будет конкретное нарушение ваших прав, вот уже тогда можно говорить о применении каких-либо норм и анализировать возможность взыскания там в различных сценариях тех или иных сценариев. И опять нет. Я помню уже в прошлом ролике говорил и сейчас напоминаю. Нормальный опытный юрист, который имеет опыт в таких спорах, знает наверняка весь спектр обычных традиционных требований, которые могут появиться в таких взаимоотношениях. Как правило, это неустойка за просрочку сроков передачи объекта, компенсация строительного ремонта, деньги за разницу в площади, штраф 50% и неустойка, ну, за отказ исполнения требований потребителя, компенсация всех подтвержденных убытков и даже моральная компенсация. Герой сегодняшнего ролика, к сожалению, не знает всего этого. А почему? Да потому что у него просто нет опыта в таких спорах. Он понятия не имеет, что там может быть. Я понял. А вот скажите, ну вот если вот прям вот такая ситуация у вас, наверное, были такой, да, там по опыту, что, ну вот, недостатки все там, строители мне помогли, там даже сметы сделали. Они все сделали сметы, все у нас там 200 тысяч рублей накапало, все. Ну вот сугубо говоря, только вот за эти вот недостатки. В этом случае то что? Не очень понятен вопрос. Вы, у вас есть смета на 200 тысяч рублей. Да, сделают. Но я думаю, как у соседей у меня будет. У нас просто под нами прямо соседи, у них на 200 тысяч получилось. Я вот и думаю, что у меня так же все будет. Поэтому я вот так же планирую. И все, вот эту смету все направляем застройщику, они не хотят компенсировать. И потом мы в суд пойдем. Поэтому вот мне интересно, что там потом в суде. Наконец-то мы добились от него какой-то конкретики. Теперь мы узнали, что оказывается мы можем попросить моральный вред и компенсацию убытков на съем квартиры. Ну и тут он, конечно же, не прав. Сначала он не прав, потому что не озвучил всех требований, которые возможно было бы здесь предъявлять. Потому что кроме морального вреда можно еще требовать штраф в 50% и неустойку в 1% в день от суммы требований за то, что застройщик не ответил на ваши требования. Получаются очень хорошие суммы. И если он их не назвал, значит он просто никогда не работал в правах потребителя. Ну а что касается компенсацию за съем квартиры, то он тоже не прав. Потому что застройщик, как я и сказал ему ранее, не нарушил срок. Поэтому им плевать, где я живу, пока строится мое помещение. Соответственно, они не должны ничего компенсировать. Тут надо опять же таки смотреть, какой застройщик и какая подсудность у вас установлена. Потому что очень часто застройщики устанавливают, грубо говоря, по подсудности определенный какой-то суд. И там уже режут где-то процентов на 50. Грубо говоря, вам надо там на 200 тысяч получить, то значит надо заходить с требований там полтора-два раза больше. Вот тут сразу несколько фейлов. На основании статьи 17 закона защиты прав потребителя, потребитель, покупатель, дольщик сам вправе выбирать, в каком суде будет происходить разбирательство. И не важно, что указано в договоре. Далее ученый сказал, что такие продажные суды срежут подтвержденные убытки. И это тоже неправда. Просто так, по обычаю, наши суды срезают только штрафы и неустойки. Ну, всем известная 333 статья. Далее юрист говорит, что надо просто убытки сделать побольше. Тоже неправда. Сметы на ремонт делаются строго по установленным тарифам Министерства строительства. Как раз, чтобы вот такие вот умники, как вот наш сегодняшний персонаж, не завышали просто так сумму ремонта. Ну и нормальные строительные эксперты не пойдут на такой шаг, просто потому, что им дорога своя репутация. Чувствую вот еще чуть-чуть вот таких вот ответов, и я просто придам его анафеме. Отлучу его от святой конституции. А, это подождите, я просто немножечко не понимаю. Вы говорите, что даже если я снимаю жилье, они тоже мне компенсируют? Ну а тут я решил просто уточнить, почему это застройщик будет мне компенсировать съем жилья, если они никаких сроков не нарушили? Я, конечно же, навожу его на правильный ответ, но вот тут в данном случае я по-другому просто не мог. Потому что быть таким тупым ученым нехорошо. Нет, они не компенсируют. Это пойдет у вас в ущерб, который вы понесли по вине, грубо говоря, застройщика. Но его тоже могут урезать. Грубо говоря, если вы говорите и просите там 80 тысяч, то, естественно, суды на такое не идут. Ну я понял, я просто к тому, что... А так это, да, ваш виновный убыток, который вы несете по вине застройщика. Я просто не могу связать, как это я по вине застройщика... Как это они виноваты, что я снимаю недвижимость? Нет, они виноваты, что они в сроке, если раз не передали в срок, и второй момент в вашем случае, это вы не можете пользоваться квартирой, потому что застройщики не выполнили всех своих обязательств. Ну я понял, я понял. Если там ремонта... Я понял, то есть если... Закользоваться вы не можете. То есть если я заехал туда, вот, ну я акт приема-передачи подписал, и все, и потом сразу делаю ремонт, то значит, как бы я не могу там жить, поэтому можно компенсировать, правильно? Нет, нет, нет. Когда вы подписали акт приема-передачи, к застройщику уже не будут, так сказать, рассматрены в вашу пользу. Ты, мой друг, решил блеснуть знаниями, но на самом деле только с моими подсказками ты как-то все-таки допетрил, что в моем случае это никак не оправдано. И никто не будет мне компенсировать съем жилья. Очень плохо, что обычный блогер, юрист-самоучка разжевывает вот такому вот ученому с двумя высшими образованиями основы ущерба и убытков. Я понял, хорошо. Тогда скажите, пожалуйста, еще. Вот мы, допустим, ну, у нас 200 тысяч получилось, да, по сметам там, по расчетам у строителей. И что, вот суд просто возьмет и срежет их? Почему это так получается? Суды не объясняют, к сожалению, почему они так делают. И ты опять мне врешь. Как это не объясняют? Это называется мотивированное решение. И каждый раз, когда суды отказывают, одобряют или просто срезают какие-то требования, они ссылаются на нормы и мотивы. И это все описывается в судебном решении. Чтобы ты мог согласиться или отказаться обжаловать. Ну, давайте будем откровенны. Мы в России живем. Суды тоже с этого кормятся. Поэтому, как бы, тем более сейчас, в принципе, да, на строительном рынке ситуация немного хреновая в силу всей этой пандемии, коронавирусной инфекции и оттоку, так скажем, дешевой рабочей силы. А надо понимать, что застройщики – это довольно-таки крупные налогоплательщики. Поэтому, так скажем, таить их очень сильно не разрешают. То есть в рамках там закона что-то срезают, да, потому что суде показалось, что ваши цифры там по экспертизе, по ущербу, они не завышены. И на этом основании срезают. То есть, ну, тут по принципу, как бы, и волки сыты, и овцы целы. То есть и вам что-то дать, и чтобы застройщик не загнулся, поскольку, если подходить слишком формально, да, к этому вопросу, то тут можно и до банкротства застройщика зайти, а, как я сказал, это крупный налогоплательщик, государству это невыгодно. Ну, а тут я вынужден согласиться. Действительно, ходят слухи, люди говорят, что прямо сверхов важные политические чины прямо вот так вот и говорят судам. Вы там наших застройщиков не обдирайте. Мы там обратимся, они могут срезать и все такое. А там еще какие-то можно обычно по этим разборкам с застройщиками, еще какие-то требования можно? Если кто-то скажет какие-то конкретные суммы, то это будет лукавство. Да я и не просил цифры назвать, я просил перечислить все возможные законные требования. На что может рассчитывать обычный покупатель в таком случае? Я понял. А просто я еще тоже читал там, но я не знаю, правильно я понял, что там если жалобу какую-то писать, то ли в Роспотребнадзор, то ли еще куда-то, не знаю, там какие-то штрафы потом по суду. Это правда или нет? Нет. Штрафы это прерогативы государству, поэтому с этих штрафов вы ничего не получите. Как видите, мы подобрались вплотную к выводу о том, что это бумажный специалист и что он ничего не знает про специальный закон для потребителей. Штраф 50% зачисляется в казну потребителя. Не в государство, а потребителя. А скажите еще, пожалуйста, вот допустим такой пункт еще тоже, да, там мы обсуждали с соседом, у него площадь разная. Обещали, допустим, 55 квадратов, а сделали 54,1. Ну то есть 0,9 квадрата разница. А у нас в договоре написано, что если разница в 1 квадратный метр, то никто ничего никому не должен. Это правда? То есть, ну если меня обманули по факту, там почти на 1 квадратный метр они ничего не заплатят? Что значит, что нет, они ничего не заплатят, потому что это свобода договора. Потому что если вы подписали договор, где есть вилка там в 1 квадратный метр, значит вы согласны с этим условием. И когда там по факту у вас выездит 0,9 метра, то тут вы ничего не получите. Я уже много раз говорил про это и еще раз скажу. Пункты договора, которые как-то ограничивают или ущемляют права потребителя, считаются ничтожными. Поэтому нормальный юрист в своем исковом заявлении обязательно попросит суд, чтобы они отменили вот такие вот унижающие честь и достоинство потребителя пункты и заберет деньги за разницу в площади. Я понял. Хорошо, скажите, пожалуйста, а сколько будет стоить ваши услуги, если мы вот пойдем в суд, чтобы там претензию за строчку, чтобы в суд потом, ну вплоть до какого-то итога, сколько это будет стоить, ну чтобы обратиться к вам? Ну чтобы я сам в суды не ходил, чтобы вы помогли. Ну в среднем 50 тысяч. 50 тысяч рублей, это я вам скажу почти средняя зарплата в Москве. Вообще вот такая вот цена на его услуги, она невысокая, бывает и выше, но и не низкая. А напишите в комментариях, как вы считаете, высокая эта плата или низкая, и стоит ли отдавать климу 50 тысяч рублей за вот то, что он обещает. На этом наш телефонный разговор закончился. Исходя из всего, силою, данные мне зрительскими симпатиями, я отлучаю этого господина от юриспруденции и судов вообще. И всеми фибрами моего тупого мозга заклинаю тебя, Клим, не суйся, не лезь, пожалуйста, к потребителю. Ну а вас, мои дорогие зрители, я благословляю, желаю вам успехов, чтобы вам на по пути не попадались вот такие вот горе-юристы, ученые. Надеюсь, вы не будете облапошены и застройщики получат по зубам за то, что вас обокрали. В ближайшем будущем у нас еще будут интересные переговоры, на этот раз уже за деньги. Да, мои дорогие, ваш покорный слуга отдавал деньги за консультации, и по итогу вот этих консультаций мы с вами должны будем решить, законно они взяли денежки, отработали они свои денежки или все-таки должны вернуть, потому что они справились с возложенной ответственностью и дали неверную консультацию. На этом все. Прошу вас, не забывайте про вашу ответственность в виде лайков, в виде комментариев, рекомендаций и распространений данного ролика. Всем всего хорошего, благословений, вечер в хату, часик в радость, чиферок в сладость.